Ну что же, ребят, мы с вами продолжаем смотреть квалификации на International от Китая и мы сразу же просто-напросто с места в карьер прыгаем и начинаем смотреть с вами игру. Немножко раньше, чем было запланировано по расписанию, решили стартовать матчи ребят в Китае. Ну да, и черт с ним. LGD Gaming против TongFu. Турнирную таблицу Негрек будет вам напомнить прямо сейчас. Мы видим, что LGD 4-0, TongFu 2-2 и вот таковы у нас дела, скажем так. Давайте все-таки смотреть. Давайте все-таки смотреть этот матч. Итак, тебе тут вывел, чтобы удобнее было. Ну что же, Рэббит у нас играет на Сларке, мы видим в легкой кабу. И, собственно, с Даззлом стоят на Сложно, и здесь же будет Тайтхантер. Это фармящий Тайтхантер на Сложно-трипле. Ну и ДДЦ на Патме, это опять-таки роуминг Патма, мы уже сегодня это видели. И ДД на Рейс Кинге. Такая-то трипла. LGD в виде у нас Лин на Вайпере против Ю-Ю-Найна на Темпларке. Ну и в Сложно-трипле у нас Яо на Паке против Ксяо ЛВ на Дроу Рейнджер. Дроу Рейнджер, что ты думаешь по поводу этого героя чудесного? То, что этого героя нужно идти наказывать на первом левеле. Герой, у которого нет нюка, нет эскейпа, слабые статы, который все, что делает, только замедляет. И это окупается только, если ты стоишь один, два в один, три в один. И его нужно убивать. Ну а учитывая, что здесь трипла все-таки в легкой, это довольно нелегко будет сделать. Так, стрела сейчас от Ватмы полетит. Кабу залетает, Рэббит, Рэббит будет пытаться сейчас прыгнуть сюда. Кабу огромные траблы, и вот он сбросил от команды LGD. Просто незамысловато и очень легко. Ну вот Тайтхантер решил подраться. Ретенчер Смэш у меня есть. Можно убить, кстати, Патму. Патма, Патма очень под тавер далеко забежала. И Тайтхантер, собственно, разменивает здесь. Проблемы, кстати, от Дуазла. Огромный Дазут Грей на себя вешает. Ну и Грейб-то недолго еще будет висеть. И Дазут Тайтса выхилится. Сейчас его тоже убьют. Стрела пролетела мимо. Боже, какой-то трэш вообще в самом начале. Прыгает у нас на Тайда. У Тайда тут огромные проблемы. Ну и что? Тайд это Тайд. Тайда попробуй убей, короче. Он просто бежит. Что, дальше огонь пройдет у нас тут? Под конец дня команда решили побыстрее начать действовать. Ну что, веселье у них тут запредельное с самого начала. Серьезная такая катка пошла. Да, и на самом деле все было бы замечательно, если бы Танку стояли за Тайдом. Потому что Трипл Н у них жестче, у них огромное количество. Как это называется? От Хила плюс Анкер Смэш. То есть если они стоят вместе, их просто нереально убить. Вообще никак. Но вместо того, что у нас Винга под черную раскладу побежала, не знаю, она за хостой побежала. Вот нужно ей осторожно бегать. То... Ну, Патма должна была на ход давать сюда стрелу. Ошибся немножко. ДДЦ поймали бы. Ну да, если бы не стояли, было бы все хорошо. Но они начинают бегать, искать проблемы на свою задницу. И уже разочек нашли. 2-1, собственно, LGD начали. Рэббит. Есть фраг, есть ассист. У него 1000 голды на Сларке. Вот. А хорошо так паунсом сейчас от Ивейдил стан. Винги. Красавчик, Рэббит. Катя спрашивала, что делать. Первое, что мне приходит на мысль, это то, что Сларка можно вообще оставить соло против этой триплы, потому что он будет стабильно забирать экспу и разменивать свой фарм на фарм тайда, а при этом просто пойти наказывать дров рейнджерку. Потому что дров рейнджерка, она беззащитна. У дров рейнджерки нету вообще ничего, не эскейп. Она мягкий, сладенький кусочек. Который со временем, да, может превратить в огромную силу. И вместо того, чтобы махаться на триплэне с Тайтхантером, Даззлом под этим, который еще против них, когда дров рейнджерка ин дает ауру, лучше просто пойти и убить ее. Да. Самый тонкий герой. Один из самых сильных героев у нас в лейтгейме. Вот он выходит у нас в Рейс Кинг и нужно просто идти. Ну вот сейчас просто танк залетит в Сяо ЛВ, тут уже пак, тут же и Патма недалеко. Ару просто в лицо к Сяо ЛВ и отличный ганг от команды ЛГД, Тайтхантер снизу бил Сларка, ну Сларк слишком далеко зашел. Да, Сларк он такой, что его вообще никак нельзя забрать, в итоге у нас Сларк слегка подфиживает команду, но нужно теперь стягивать, стянуть команду Тунг-фу наверх. Это главная задача ЛГД сейчас. Ну дров рейнджер сейчас не будет знать, что делать, на легкую линию ей идти уже нет смысла. И вот сейчас к Сяо ЛВ, мы видим, у нее денег нет на телепорт, он пытал, нет, есть, ему кто-то купил телепорт и летит он вниз. И летит он вниз, действительно. А нет, на топ, извините, пю, блин. Что-то меня проглючило. Летает наверх, но он здесь один, два героя. Ну еще раз убить, стрелой попасть, убить. Да, просто выходить как угодно вообще, тут миллионов способов ее задоминировать, ей нужно специально бить крипов, вместо этого она добивает своих крипов и сейчас она бежит. И вот он, вот он у нас, Рейс Кинг и вся ЛВ, сейв ему конечно здесь не поможет, могут еще убить того, кто прилетит, рановато Сайна здесь дали, поймали еще. Да, да, ну. Что это такое? Что это такое? Танкфод действует так, как будто они первый раз играют с Дрорейнджерами, как будто первый раз пришли на карте, это Дрорейнджер, потому что все у нас привыкли к чему? Приходишь ты на легкую, берешь, фармишь, Дрорейнджерка отлично фармит, Дрорейнджерка дает баф всей своей команде на карте, ее к ней никто не приходит, она пакует там шесть слотов и всех убивает, и еще вся твоя команда под ее аурой. А тут как бы ситуация элементарная, как в пабе, я каждый раз когда вижу Дрорейнджера, я все время говорю, ребята, все, вот ваш стрип втроем туда и до конца. Просто хоронить ее, да, до конца. И вот LGD, они на самом деле делают все просто блестяще, потому что они как раз ее и хоронят, и нужно дальше, вот дальше, вот видишь, она там бегает, да, она только должна подойти, удать крипа, в нее должен дать станд по кулдаунам, это мой завет. Смотри, она уже боится, она уже боится куда-либо выйти, она уже пулить начинает, четвертый левел Дрорейнджер. Самое эффективное было бы еще поставить вар, чтобы видеть, ну, там под вышкой Дрорейнджерка или нет, чтобы понимать, когда уйти, а когда возвращаться. Ну, и в итоге Дрорейнджерка вот такой ситуации, она фармит очень мало. Да, но в виде выбегает у нас, собственно, ой, стрела залетает в кабу, отличный ганг здесь от венги. И возвращаться наверх, потому что это слабости, слабости там фуз в центре и сверху. Да, но тут, кстати, Тауэр Пак чуть ли не спушил уже против этой Дрорейнджер пятого левела, и мы понимаем, что да, теоретически в лейте Дрорейнджер и венга, ауры, ланая, много дэмэджа, там типа прикольно все. Но пока у нее сапог. Да, пока у нее сапог, и пока у нее 644 хп, что, в принципе, скоро для пака уже не будет даже проблемой, для соло пака, который седьмой левел, если я не ошибаюсь, шестой пока, извините, но у него фузы у пака. У него фузы, да, и с ним на самом деле лучше не махаться, он тебя еще и накрутит. В мид ганг опять на Ю-9, а этот чувствует, что на него идут. Вбегает просто в табло, ставит вард, залетает стан, стрела, вайпер настреливает, ну и тут ее, наверное, не убьют. Смотри, смотри, как круто получилось. Они стянули Даззл, а приходит еще Венжевл Спирит, и они могут уходить наверх. Гонятся у нас сейчас за врезки. Ну и убьют, скорее всего, хотя тут вайпер. Тут просто много крипов, да, под хилом Даззл здесь джаться не вариант, но можно спокойно уходить наверх. И дальше рамировать, потому что пока ты бегаешь вверх-вверх-центр, вверх-вверх-центр, вардов у танку нет. И они не знают, где вообще бегают все эти товарищи по итогу. Нужно мочить. Да, идут еще раз вот наверх, Даззл тоже у нас подтягивается наверх, подходит у нас Сларк, нападает на Даззл, начинает бить Даззл, Даззл очень больный, Даззл нужно креститься в такой момент и верить, что в таверне будет ему хорошо. Ну, главное, что в таверне он будет недолго. Это факт. 7-2. Отличное начало от LGD. Отличная игра от саппорта в LGD, просто шикарно они отбегали. Я не говорю там уже про Сларка и Вайпер, потому что они там свою работу все равно сделали. Видим Сларк 1-1-2, 18 на 2 крипта, там могло быть лучше. Лин Мид выиграл там уже на Вайпере, у Ланай, что тоже немаловажно. Ну и где? Где она? Вот она, Дрорейнджер. Левел 5. Вот она, Дрорейнджер, и теперь сам Король идет ее защищать, но в такой момент все, что нужно сделать, просто отойти. Пришел Хардленер, стоит он с Дрорейнджеркой, они на двоих делят экспус, Сларк фрифарм. Можно спокойно уходить в центр, потому что здесь... Ну Сларк тоже здесь тусует. Ну он тоже, он просто свое дело сделал, он убил Даззла, он его поймал, и теперь нужно идти еще куда-то. Самая сейчас уязвимая точка, она в центре, и вообще вот для LGD, потому что они молодцы, они шарят, ну эти вот Майнгеймс, да, пришли наверх, защитяйтесь, окей, мы идем в центр, пришли в центр, окей, мы защищаемся, мы идем наверх, и так по КД. В итоге что мы идем? Четыре героя на восьмой минуте стоят под своим тавером, и поэтому этот тавер они теряют. Да. Ну да, с Денайли, в любом случае, пак прилетает, мид будет сейчас словить Ланай, очередь ультимейт пака, я так понимаю, да, вот он ультимейт пака, начинает заплевывать, здесь же Сларк, ну и до свидания, Ю-9, разбивает ему лицо, тут же прилетел Даззл, получает Сайленс, Грейп на себя повешил, Тайд сейчас ультанет, Тайд идет ультовать, но убьют Лина, да, Лина убили, неужели Даззл выживет, нет, Даззл не выжил. Классно залетела пичка, нужно нагибать Сларк, а Старк уйдет, а Рэббит еще и подерется, тут с ними, пак. Рэббит, Рэббит, да, ну паунс у него есть, нет, нет, вот сейчас будет паунс, и Рэббит делает паунс все-таки на постоянных, а потом хаста снизу, Тайд возьмет хасту и будет догонять. Нет, не будет догонять. Слабак, это Тайд, не пошел догонять, бывает. Ну и 9-3, ЛД на 9-й минуте ведут, по деньгам они ведут 3,5 тысячи, по эксперт то же самое, ну все у них прям прям хорошо очень. Все у них прям замечательно и к тому же мобильно, вот этот Сларк, который сейчас начинает делать киловый пак, они сейчас получат слегка буста и будет не остановить Танг-фу, этим героев нечем ловить, то есть сейчас Сларк и, ну вообще, у Танг-фу уже такой настолько потрясающий пик, что у них все прыгает, все летает, все бегает, а Танг-фу это не могут остановить, и нужно дальше продолжать бегать по вражескому лесу и напрягать. Трорренджер, как мы видим, она начала получать хоть какой-то фарм сверху, и по крипстату она начала уже догонять вайпера, и ЛД нужно за ней фокус, то есть всю игру стабильно, видишь Трорренджер и идешь, пусть даже ты не убиваешь, пусть даже ты не фармишь, но главное, чтобы она не фармила, это, в общем-то, завет. Так, это нападает на Тайда, но отменился там. Самых тонких вывели у нас по центру, на Тайдхантер, а на Даззл напасть. Они выиграют время Рэббит, Рэббит снизу забирает Тауэр. И сверху выиграют время для Дрорренджера, который Тауэр забирает 10 раз быстрее, в итоге Дрорренджер у нас тянула героя, у нее есть пассивка, теперь Дроренджер будет фармить все свои слота. Нельзя просто так брать и давать фармить Дрорренджер, нужно идти ее убивать. Ну, прям сейчас, я просто ковил, когда у нас Cloud9 начинали это использовать и Virtus.pro. Я вот смотрю, как они выиграют, она всегда фармила, потом люди спрашивают, а как там с ней драться? У нее 60 дэмэджей, у всех героев по 60 дэмэджей, и все, и она всех убивает. А выход один, нужно идти убивать, и Мирана у нас идет. Убивать нужно заставлять весь лес вообще вардами и ловить ее там по кулдауну. Да, вот мини фармит, вся ОЛВ уже в лесу и хорошо кайтит. Цык какая она слабая, да, цык какая она слабая. Вот если с этими артефактами остать, она вообще никто. Ну, типа да, но если сейчас поймает ее одна под мат, то объед в миде, тем временем у нас драка началась, ступанули ее ЮНайна. Пак отличный сайл, свечный ультимейт, ЮНайна и Даззл погибают в секунду. Отличный сплит вообще был вот по дэмэджу, то есть Даззл не знал на кого кидать графиту на себя, на противника, в итоге он хотел кинуть уже на Тимпларку, но она умерла, и он при этом еще не кинул на себя. Долго думал. Ну а Рейс Кинг нашел у нас Дрорейнджер, бежит за Т2, и сейчас полетит стрела. Вот красава у нас в Рейс Кинг, он понимает, что ему надо делать, просто беги и неси. Кабу! Отлично! Что они делают? У них такая мания, знаешь, когда один умирает, полететь и умереть с ним на пару. Патман стряла, надо ее как-то пропустить, не у кого-то на гуси коня. АТП отдал Патме, и Патман делал ТП от тебя. Да, 13-3. И Тонг-Фу просто без шансов сливается, и вот действительно ты правильно говоришь, что как-то сами подставляются, как будто это... Да, ладно, у вас умерла одна, да, на нее потратили время, но второй просто это подарок, знаешь, как вот убил одного, второго получай бесплатно. Такая акция действует в этой игре. Ну, на этот год 6, 4600, 4700 уже у Пака, 4600 у Рэббита, 4200 у Лина на Вайпере. Ну и все просто отличненько, я бы сказал. Да, я бы сказал, что все просто замечательно, и интересно, что у нас купил Сларк. Сларка будет барабан, я так понимаю. Да, он закупается, а ты понимаешь, что, в общем-то, здесь не надо темнить, все, что нужно делать, это мешать противнику. Скорость бега, скорость атаки, прессовать до упора. То есть гангать тут уже на самом деле не надо, потому что ты просто сильнее противника. Дальше нужно просто бегать по территорию. Вот сейчас четко получилось, потому что стрела пролетела буквально секундой до того, но все равно иллюзия Сларка палит в движуху. И надо бежать отсюда, Тонг-Фу. Надо просто, да, убегать сразу. Тонг-Фу надо бежать уже отсюда, Тонг-Фу. Забегает Сларк, стрела, залетает, Сларк прыгает в толпу, инвисп отмы, Сларк в нее стреляет, демиджа, забрал Аэгис, забрал Рошана. Тайд ультует, минус венга, минус дазл, минус тайт, минус дроу, минус темп Ларка. ГГ! Хайлайт, я считаю, однозначно. Просто блеск. Двенадцатая минута игры. Двенадцатая минута игры. Просто как Чак Норрис у нас ворвался Сларк. Да. Один в пять забрал Рошан и еще Аэгис напоследок. Ну и закусил оставшимися ребятами. Ну, LGD молодцы. Как мы видим, интеллектуальная война у них исполнена замечательно. У нас вообще такие необычные игры, да, по тринадцать минут, по четырнадцать. Да. Вот на китайской дота. Если играет сильная команда, и она видит свое преимущество, причем очевидное, то она просто идет и использует его. Ну и вот они танк-фу, которые в очередной раз пикают миллион кэри. И в очередной раз... Да, Тайдхантера не хватило, чтобы выиграть игру, потому что четыре героя вообще ничего не делают. По итогам. LGD браво. Ну, у LGD пока по итогам вообще сегодняшнего дня я не знаю, у кого вообще могут быть вопросы. Потому что играют они каким-то... Вопрос один, почему им не дали инвайт на квалификацию. Ну, потому что они по сезону, вот действительно, они вот в Китае играли, ну, печально, скажем, открыто. Они печально, они едва-едва на этом ВПЦ. Я даже не знаю, я сейчас посмотрю, они на ВПЦ вообще отобрались на финалы или нет? Я знаю, что они на ESL. Я знаю, что они на ESL в финале отобрались. Я их лично комментирую. Ну вот... А, да? Отобрались? Ну, как минимум, они были в финале Венера. Ну вот, видишь, где они? Они закончили на седьмом месте в ВПЦ. У них 3-5-3. И LGD в ничью сыграли с IG, в ничью с DKN 0-2 проиграли у Vici, 2-0 выиграли у Tung Fu, 2-0 выиграли у Titan, 0-2 проиграли у Nubi, 1-1 с Orange, 1-1 с KGT, 0-2 у Dreamtime, 1-1 с CIS. То есть у них ужасные результаты. И они в итоге не вышли в плей-офф в ВПЦ. Да, но при этом они выиграли... Ну, Dream League заняли хорошее призовое место. То есть, по-моему, мы их замашнили, или просто не хотели давать квалификацию китайцам, но в очередной раз у нас LGD проходит по квалам, и в очередной раз просто в салат убивают всех, кто на эти квалы находится. То есть, мягко говоря, Valve не оставили шанса уже как минимум на одну квоту к ландфинала. Да. Кстати, появились группы ВПЦ к ландфинала. В первой группе сыграет Cloud9, Vici, Nubi и DK. Во второй группе альянс Titan IG DT. Ну, вот это группа, это вообще халявная группа до альянсов. Они там, по-моему, будут на изичах. А первая группа — это группа смерти, где все четыре игрока достойны топ-1. Да, и тут почему-то 27-28 мая написано, что будут сыграны эти матчи. Я надеюсь, что это не так, потому что 27-28 мая, 27 мая — это еще квалификация на интернете. Но в любом случае мы покажем вам, как всегда, все матчи ВПЦ. Ни одного не пропустим, уж не переживайте. Так, что сейчас? Сейчас я вам готов показать турнирную таблицу по состоянию на данный момент. LGD 5-0. LGD пока не оставляет шансов своим конкурентам. HGT на данный момент имеет 4-1. И у HGT тоже, в принципе, все идет очень хорошо. Dreamtime имеют 3-1. И Dreamtime сейчас играет. Сейчас играет свой матч последнего тура против Speed Gaming. Они должны там выигрывать. Должны выигрывать, в принципе, без шансов. На мультитвич, если вы зайдете, я думаю, вы сможете смотреть абсолютно все трансляции того матча, все трансляции ныне идущих матчей. Но в любом случае я вам напомню, что аренда против CYS играет на первом стриме. На третьем New Element. Со счетом 14-3 выносят HGT. New Element, которые 2-3 имеют, выносят HGT. На третьем стриме у Каспера. Ну и со счетом 10-1 Dreamtime выносит Speed Gaming, то есть так, как мы и предполагали. И это все еще не последнее, потому что еще на четвертом стриме у нас будет игра LGD против CNB. Наш же второй стрим заканчивает сегодняшний свой эфир. Мы... Спасибо вам. Благодарим вас за то, что вы были с нами. Да, обязательно. Обязательно. Собственно, слушайте нас завтра, опять-таки, начиная с 7 утра. Это однозначно. Ну и самое главное, чтобы быть самими толковыми в мире, подписывайтесь на наши твиттеры. Собачка V1Lat и собачка Light of HeavenX. Мы будем вас дальше радовать своими комментариями. Обязательно. Обязательно. Это факт. Ну что, переключаемся все на первый, третий и четвертый канал прямо сейчас. Ну а второй канал продолжит свою работу уже завтра в 6 утра по Цету, в 7 по Киеву, в 8 утра по Москве. Еще раз напомню. Переключаемся все на первый, третий и четвертый канал StarLadder. Это были VELATELOT. Пока-пока. Пока.